Всем доброго времени суток! Венетика – ролевая игра, о которой сейчас помнят лишь единицы, так как в свое время она так и не смогла показать себя во всей красе. В основном, свою неблагоприятную роль сыграла недоработка и куча багов, большинство из которых со временем поправили, но было уже поздно и обзорщики уже вынесли свой вердикт. Хотя и сейчас все не так гладко и тут есть к чему придраться, но в целом, по моему мнению, игра достойна того, чтобы рассказать о ней спустя годы. Альтернативная земля 16 век – горная деревушка близ города Венеция. Главная героиня игры – Скарлетт, прощается с своим ухажером, который отправляется в упомянутый город для вступления в местный орден рыцарей. Но спокойно уехать ему не дают напавшие на деревню убийцы и паренек, спасая свою возлюбленную, получает смертельную рану и отправляется в иной мир. Но героиня после видит сон, в которой ей некий мужик, представившись отцом и смертью, говорит, что те убийцы были посланы за ней. Так как в Скарлетт спит сила и наступила пора ее разбудить. Мол, иди, дочка, найди мое оружие и отправляйся в Венецию и устрой там всем Кузькину мать, чтобы знали на кого руку подняли. Путь Венецию в каком-то смысле можно назвать обучением, в котором нас знакомят с управлением и некоторыми возможностями игры. И если к управлению в целом нареканий нет, то к другим пунктам по крайней мере нужно привыкнуть. Так движение героини и других персонажей выглядит несколько топорно, как и движение во время битвы. Прорисовка мира, врагов и NPC также не ахти, угловато да и несколько карикатурно. Хотя героиня в целом выглядит весьма неплохо, я бы даже сказал стильно. Ну и невидимые стены, особенно по первости, также будут раздражать. Так с учетом того, что героиня умеет плавать, она не сможет перейти мелкий ручеек. Спрыгнуть с невысокого уступа для нее тоже проблема, изволь пробежать несколько десятков лишних шагов. Ну и просто подпрыгнуть тут тоже нельзя. Отчего мелкие препятствия в виде камней тоже придется оббегать. Ну и интеллект врагов даст о себе знать, но о нем более подробно в своем разделе. В общем картина может выглядеть не слишком презентабельно, но все же сюжет, возможности героини и постоянные намеки, что в будущем будет веселее, дают и положительные эмоции. И Венетику уже не хочется свернуть и удалить, а хочется узнать, что же будет дальше. И действительно дальше становится веселее. Игровой мир коридорен и состоит из множества локаций, соединенных друг с другом. И перед нами предстанут несколько районов Венеции и немного ее окрестностей. Сами же районы открываются постепенно и по мере сюжета. Поэтому сказать, что этот мир открытый, конечно же нельзя. По классике моих разборов РПГ игр, мир я поделю на условно безопасные места и места для приключений. В первых, как и положено, шастает куча НПС, большинство из которых безымянны и призваны попросту наполнить улицы города. Ну а именные служат какой-то цели, с ними естественно можно немного поговорить и узнать местные новости и что их тревожит. Кучи диалогов от НПС ждать не стоит, все сугубо по делу, а предоставляемый выбор в ряде случаев на сам сюжет никак не повлияет. Он, кстати, линеен, а лишь изменит некоторые фразы. Причем уже с самого старта нам прямо и скажут, что что бы мы не выбрали, дорога до финала одна. Но вот концовка уже может и отличаться и она как раз и формируется от ответов. То есть как мы общались, угрожая, дерзко или учтиво? И что предпринимали, оставляли ли в живых, где это возможно или убивали не щадя? Сами же задания можно поделить на сюжетные и второстепенные. Сюжет, как я уже и сказал, линеен и кое-какие различия будут лишь в самом финале. Сама история хотя и тривиальна, убей энное количество головнюков, чтобы добраться до самого большого босса. Но наблюдать за ней интересно. К тому же по мере сюжета героиня обучается новым способностям и сможет путешествовать в мир духов, видеть мертвых, общаться с ними, вскрывать замки. Отчего после обучения новым фишкам при желании можно вновь вернуться в старые локации, чтобы найти какие-то секретики. Ну или не возвращаться. И без этого игра вполне проходима. Тем более, что убить нашу героиню не так-то просто. И при обнулении хелсбара она при наличии мертвой энергии вновь возродится. И чем дальше, тем больше у нее будет жизней. Энергия восстанавливается после убийств, при помощи лунного клинка и магии. Второстепенки стандартны по всем направлениям. И ничего оригинального. Пойди, найди, убей, принеси, зачисти. После приди и получи награду. Причем одни и те же задания, но в разных видах будут подаваться в своих районах города. Так мы и логовище бандитов не один раз вырежем. И за крабами поохотимся. И логово монстров на крышах поразрушаем. Да, есть тут и три гильдии. Условные маги, воины и наемники. И к одной из них мы должны присоединиться. Но ждать от них гильдии готики, где предлагали свои возможности, не стоит. И их отличие состоит лишь из линейки собственных дополнительных квестов. И да, при обшаривании всего и вся, вполне возможно часть заданий выполнить еще до взятия. Но после останется лишь найти заказчика, где бы он ни был, и отчитаться. Есть тут кстати и показатель репутации. По идее позволяющий убеждать некоторых собеседников, чтобы нам доверяли. И брать некоторые квесты. Но почему по идее? А потому что репутация не доработана. И применяется лишь пару раз за игру. Еще одни немаловажные неписи, это торговцы, что продают свой вид товаров. Кто-то еду, кто-то оружие и покупают любой хлам. Однако для большей выгоды желательно сбагривать ненужное определенным скупщикам. Ведь кто-то больше платит за золотые ложки и вилки, а кто-то за травы и шкуры. Но опять же, при обшаривании всего и вся, торговцы нам почти и не нужны. Лучше и так найдем, но кое на что золотишко тратить придется. Так, некоторые торгаши продают уникальные артефакты. Типа многоразовые фляги, в которой можно хранить воду, восстанавливающую магическую энергию. Использовали, подошли к фонтану, набрали воды и опять фляга маны в действии. Во-вторых, улучшать наш лунный клинок. Где нужные камни мы выбьем из боссов. А вот инкрустацией занимается специалист. Ну и в-третьих, подгонка брони. Интересное, кстати, введение. Ведь снятая с чужих плеч броня нашей девушке, естественно, не подойдет. Но кузнец готов это исправить и подогнать по фигурке героини. Ну и последние по списку NPC, но не по значимости, это наставники. Что совершенно безвозмездно готовы обучить нас новым приемом. Или магии. Правда, для этого нужны очки навыков, что выдают с левел апом. Итак, убивая врагов и выполняя квесты, нам начисляют опыт. А с планкой повышают уровень, выдавая несколько баллов на прокачку характеристик. Которых 4. Жизнь, мана, урон от оружия и урон от магии. И несколько на навыки, что делятся на 2 древа. Оружейное и магическое. Первое научит лучше сражаться, используя какой-то тип оружия. Где лунный клинок изучать обязательно. Ведь только при помощи его можно убивать боссов и нечисть. Хотя и остальное в своих делах полезно. Так молотом быстрее убивать крабов. А меч обычно имеет более сильный урон, в отличие от клинка. Ну а магия позволит и исцелять, и валить врагов. Причем тут также все учить вовсе не обязательно. И достаточно 2-3 активных заклинаний. Остальное вкачивать в пассив. Хотя несмотря на две ветки, я считаю, что все равно система прокачки тут слабенькая. И можно было бы придумать больше навыков. Однако бродить по светлым улицам Венеции мы будем далеко не всегда. И нашу героиню ждет множество интересных мест и врагов. В подземельях, склепах, пещерах, да и на улицах в ночное время не все безопасно. И местные бандюганы не прочно бросятся на хрупкую с виду девушку. Виртуальный интеллект оппонентов чуть выше, чем у табуретки. Во-первых, несмотря на то, что они зачастую пасутся стаями, их вполне просто выманить по одиночке. Ну а остальные будут наблюдать за избиением собрата. Во-вторых, что у чудовищ, что у людей алгоритм действия схож. Подбежать и ударить, после стоять и бить. При этом тактика при сражении почти со всеми рядовыми врагами одна. Уворачиваться и заходить со спины. Есть тут, конечно, и блоки, и контрудары. Но их применение имеет смысл лишь при битве один на один. Да и это дольше. Намного быстрее, уворот, серия ударов, уворот. Гораздо веселее с боссами. Нет, интеллекта у них не больше. Но зачастую к обычным атакам они иммунны. И нам нужно подобрать ключ к их уязвимости. И пока мы его не подберем, босс может неплохо нас покромсать. Ну а поняв что да как, он становится весьма легок. Кстати, боссов мы валим в двух измерениях. То есть, считай, у них две формы. Человеческая и монстра. Поэтому условно каждый босс это две головоломки. Места для приключений помимо врагов содержат и свои пазлы. Элементарные, надо сказать. И мини-игры. Типа по взлому замков, где нужно в правильном порядке юзать отмычки. Ну и как упоминалось, героиня по мере сюжета научится куче трюков. Что помогут попасть в новые области и найти кучу интересных вещичек. В целом, Венетика из-за своих недоработок действительно середнячок на одно прохождение. Но это тот середнячок, на который я рекомендую взглянуть всем любителям ролевых игр. Ведь есть тут и некая изюминка, благодаря которой это прохождение будет довольно интересно. Плюс, как говорилось, здесь довольно неплохая, хотя и линейная история. Ну и интересно наблюдать, как вчерашняя хрупкая девушка превращается в этакую богиню смерти, обретая все новые и новые способности. В общем, если не играли, то советую взглянуть самим. Ну а на сегодня все. Всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok